Убила сожителя после очередной ссоры. В этом полицейские подозревают 39-летнюю жительницу Казани. По предварительной версии, женщина, распивая спиртные напитки со своим мужчиной, в квартире по улице Гудаванцева нанесла ему смертельные ножевые ранения. У несколько дней не дожил до своего дня рождения Айрат Назипов. Был на месте происшествия и узнал, зачем женщина пошла на такой отчаянный шаг. Вы меня снимаете. Сами снимайте. Не расскажешь, что произошло? Вы... При задержании женщина не спешила раскаиваться и всем своим видом показывала, что ее муж получил по заслугам. 39-летняя женщина и ее 41-летний сожитель, по рассказам соседей, живут в этой квартире уже достаточно давно. Поглополучно и тихо их жизнь назвать никто не решался. Как минимум раз в два месяца здесь происходили скандалы на бытовой почве. Причем зачастую под воздействием алкоголя. Они бухали постоянно. То есть у них скандалы постоянно были, да, здесь? Практически, да, постоянно скандалы были. Они вот временами, как... Они там не бьют какое-то время, у них тишина. Полицейские переступили порог их квартиры не в первый раз. Раньше женщина уже нападала на мужа с ножом, но тогда ему повезло больше. Условно у нее было лучше. А, за что это? Она его порезала уже один раз. А, то есть получается, она же вторым разу нападала. Да. А из-за чего ведь неизвестно? Ну, из-за пьянки, из-за чего? Нет, потому что там как-то изменение там и всякое. Да нет, кто-нибудь ее посадил, когда пропитываешься. Следователи выяснили, что стало истинной причиной конфликта. По предварительным данным, мужчина и женщина разбивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт, в связи с тем, что женщина отказалась наливать спиртное сожжитель. После этого он нанес ей несколько ударов по лицу, а там, в следующую очередь, вооружився ножом, ударил его в грудь. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. До своего 42-го дня рождения он не дожил буквально день. По данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину на допросе женщина признала лишь частично. В ближайшее время ей изберут меры пресечения. Айрат Назиповна, Иль Абдулин, Вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте.